В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В день защиты детей благотворительный фонд «Линия сердца» провел акцию «День детских улыбок». Помимо того, что творческий набор у нас идет каждому малышу, мы также даем и продуктовый набор. Сладкие подарки к празднику получили дети с ограниченными возможностями. Мы очень благодарны за подарки, предоставленные к празднику Дню защиты детей. Видновские парки открылись для долгожданных посетителей. Прямо очень соскучилась. Очень давно не видела улицу, так сказать. Московский областной благотворительный фонд «Линия сердца» при поддержке правительства Московской области в День защиты детей провел акцию «День детских улыбок». О том, какую помощь оказались семьям из Ленинского городского округа, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Благотворительный фонд «Линия сердца» существует в Подмосковье уже более 10 лет и занимается поддержкой людей в трудных жизненных ситуациях. В День защиты детей помощь получили 66 семей Ленинского городского округа. Подарки были вручены многодетным и семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. Помимо того, что творческий набор у нас идет каждому малышу, мы также даем и продуктовый набор, потому что в связи с тяжелой ситуацией пандемии коронавируса, помимо того, что люди, которых оберегает наш фонд, находятся иногда в трудной жизненной ситуации. Это родители, которые имеют особенных детей, это многодетные семьи. И поэтому он никогда не будет лишним, этот продуктовый набор, и он будет нужным. В продуктовый набор входят товары первой необходимости, которые долго хранятся – крупы, мука, рис, масло. Также для каждого ребенка предусмотрены средства индивидуальной защиты. На территории нашего муниципалитета с распространением гуманитарной помощи помогают волонтеры и общественники. У нас сегодня работают больше 14 волонтеров, которые, соответственно, получили список, получили непосредственные наборы и сейчас начинают, соответственно, свой развоз по адресатам. Семья Ивановых – одни из тех, кому благотворительный фонд подготовил подарки. В их семье трое детей. Младшая дочь Юля родилась с синдромом Дауна. Несмотря на это, она очень общительная, любит учиться и узнавать что-то новое. В бытовом плане во время режима самоизоляции семье пришлось нелегко, но они потратили время с пользой. Юля очень любит писать буквы, она учится писать цифры. Вот у нее очень много материала всякого. И плюс, ну, все, что у нас есть, у нас очень много всяких развивалок для таких детей. Вот мы с ней занимаемся. Краски, фломастеры и альбомы от благотворительного фонда пришлись как нельзя кстати. Девочка сразу приступила к любимому занятию – рисованию. И поблагодарила за подарки. Вместе, громко. Спаси! Бо! Дмитрий Книга, Кирилл Уванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов состоялась благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята получили в подарок сладкие наборы и игрушки. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей. Подробнее в нашем сюжете. Выбирай игрушку. Маленький Вадим довольно быстро определился с выбором среди большого разнообразия игрушек. Настольные игры, конструкторы, раскраски, творческие наборы, книги и головоломки были предоставлены к празднику благодаря поддержке администрации Ленинского городского округа и членов общественной палаты. Мы очень благодарны за подарки, предоставленные к празднику Дню защиты детей. Спасибо, что нас не забываете. Спасибо большое. Каждый год Ленинская районная организация Всероссийского общества инвалидов устраивает ко Дню защиты детей праздничные мероприятия. Но в этом году их пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Но мы не могли позволить, чтобы дети, наши особенные дети, остались без праздника. И благодаря в первую очередь поддержке администрации Ленинского городского округа, членам общественной палаты нашего округа, мы смогли подарить детям подарки и собрать продуктовые наборы. И я хочу поздравить всех с праздником и пожелать всем здоровья, здоровья, здоровья. Многие ребята подготовили ответные подарки. Милана сделала к празднику красочную открытку. Милана любит рисовать на самом деле. И она этот рисунок готовила без защиты детей. С сестрой они нарисовали. И она очень любит рисовать и много поделок делать. Спасибо всем за подарки. А что ты выбрала? Верутолёт и какое-то набро оружия. Хотелось бы выразить огромную благодарность общества инвалидов во главе с Натальей Алексеевной Рящиной за такую поддержку, как бы, во времена такие для нас несложные, во времена пандемии, вот, а в преддверии праздника, ну, детского, да, Дню защиты детей, вот, за такие подарки. Подарки получили более 60 детей в возрасте от нуля до 16 лет, состоящие в обществе инвалидов. Для организаторов акции было важно, чтобы особенные мальчики и девочки почувствовали любовь и внимание. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжении темы, несмотря на то, что правительство начало реализацию программы постепенного снятия режима самоизоляции, многие люди по-прежнему остаются дома. Волонтёры из молодой гвардии партии «Единая Россия» раздали подарки многодетным семьям. Конфеты и пирожные, книжки, конечно, по-прежнему актуальные средства индивидуальной защиты – маски и санитайзеры. Эти небольшие подарки предназначены для десятков многодетных семей, проживающих на территории микрорайона «Эковидное». Акция была приурочена ко Дню защиты детей. Молодая гвардия «Единой России» Ленинского городского округа поздравляет всех детей, а также их родителей с наступающим Днём защиты детей. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, добиваться своих целей и радовать нас своими поступками. Акция по формированию и раздаче подарков многодетным семьям состоялась в рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья». Её инициаторами стали председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и депутат Артур Григорян. Все, кто в этот день получили подарки, были рады ещё одному неожиданному знаку внимания. Достаточно часто получаем помощь, какую-то поддержку, что-то для детей, в том числе развивающее, какие-то поездки, экскурсии, что-то в любом случае всегда есть поддержка. Подобные благотворительные акции проводятся волонтёрами молодой гвардии на постоянной основе. Подмосковье постепенно возвращается к привычной жизни. В прошлую пятницу были открыты городские парки. Видновские парки также предоставили возможные для прогулок. В первый летний день прогулялась по свежему воздуху и наша съёмочная группа. А ещё мы заглянули в центральную библиотеку, которая тоже начала работу, но пока в особом режиме. Первый летний день, хоть и выдался дождливым, в центральном парке есть посетители. В основном это мамы с детьми. Инна Графова пришла с маленькой дочкой. Говорит, обе очень соскучились по прогулкам. Конечно, соскучились. Два месяца дома сидели, соскучились очень. Подружки Маша и Полина не виделись больше двух месяцев, поэтому безумно рады погулять вместе. Ну, прям очень соскучилась. Очень давно не видела улицу, так сказать. Потому что карантин, всё-таки не было известно. Будут экзамены, я готовилась. И хотя все видновские парки стали доступны для посещений, стоит соблюдать всеобщие правила безопасности. Согласно постановлению губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, на сегодняшний момент парки открыты только для посещения. Запрещено на детских площадках играть, на спортивных площадках также находиться, и сидеть на лавочках, только прогулки. И желательно соблюдать масочный режим, а также дистанцию полтора метра от других посетителей парка. С 1 июня постепенно начинают работать и библиотеки. Уже открылись взрослые и детская центральные библиотеки. Все читатели должны предварительно записаться в библиотеку по телефону. Взрослая библиотека – 541-44-11, детская библиотека – 541-41-11. В библиотеке может находиться только один посетитель. Обязательные условия – наличие маски и перчаток. Возвращенные книги отправляются на пятидневный карантин. Заранее делается и заявка на книгу, которую читатель хочет приобрести. Библиотека работает в своем нормальном режиме, но по летнему графику. В воскресенье у нас теперь выходной день, а понедельник, суббота работает с понедельника по пятницу с 11 часов до 19, в субботу с 10 до 18 часов. С 3 июня начнут работать и все остальные филиалы межпоселенческой библиотеки. Правила выдачи книг в них будут аналогичны. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова